Приветствую всех любителей английского футбола! Четвертый тур практически весь уместился в субботу, оставив на воскресенье и понедельник по одному матчу. Стартовал тур со столичного дерби на Селхерстпарк, куда пожаловал Тоттенхэм. До перерыва хозяева владели небольшим преимуществом, а в дебюте второго тайма получили еще и численный перевес после удаления защитника Шпортонганги, схлопотавшего два горчичника за пять минут. Воплотить преимущество в голы Орлам удалось ли под занавес встречи. Письменный лидер команды Вилфрид Заа открыл счет резова в пенальти, а вскоре ассистировал новичку Отсону Эдуарду, который закрепил успех. А уже в добавленное время француз оформил дубль с передачи Конора Галлахера. Арсенал одержал первую победу в чемпионате, минимально переграв Дома Норвич. Единственный гол встречи в середине второго тайма провел Абамиянг с передачей Николя Пепе. Победа позволила канонирам подняться со дна таблицы, опустив туда канареек, очков пока не набиравших. С тем же счетом, но в гостях Брайтон переграл Брэндфорд, нанеся пчелам первое поражение благодаря голу Леандро Троссарда на последней минуте основного времени. Минимальную визную викторию одержал идея сучий чемпион, переиграв Лестер, благодаря голу Бернарду Силову в середине второго тайма. Другой манчестерский клуб разгромил на своем поле Нью-Кассел. В добавленное к первому тайму время голом отметился старый новый знакомый Криштиану Роналду. Вскоре после перерыва гости отыгрались благодаря точному удару Манкилья, но спустя 6 минут португальский гений вновь вывел свою команду вперед. Под зановой встречи Бруно Фернандер закрепил успех хозяев, а уже в добавленное время счет до крупного довел Джесси Лингард. Поль Пагба отмесился ассистентским дублем. Соутгемптон и Вестхэм разошлись безголевым миром, что продлило безвыигрышную серию хозяев и беспроигрышную гостей до 4 матчей. А вот Волархэмптон после трех минимальных поражений к ряду одержал таки первую викторию, переграв в гостях Уотфорд. Счет удалось открыть в середине второго тайма благодаря автоголу хозяев, а спустя десяток минут новичок Волков Чичхан закрепил успех гостей. Челси уверенно разобрался дома с Остан Виллой. Уже в дебюте встречи Лукако открыл счет с передачи Ковачича, а на статусе второй половины встречи Хорват уже сам отметился голевым ударом. В дополнительное время матча счет до крупного довел Лукако, оформивший дубль. Крупную победу одержал и Ливерпуль, разгромив на выезде лиц. В середине первого тайма счет с передачей Арнольда открыл Мохаммед Салах. Сразу после перерыва Фабинью закрепил успех гостей, а уже в добавленное время счет до разгромного довел Садио Мене с передачей Тиаго Алькантери. Закрывался тур в понедельник вечером протестанием Эвертона и Берлина Гудисон Парк. Первая половина встречи прошла без голов, но на старте второго тайма гости открыли счет усилиями защитника Бенджамина Ми. Вскоре хозяева отыгрались благодаря голу защитника Кина, которому ассистировал новичок команды Таусен. А спустя пять минут Эндерас вывел хозяев вперед, отличившись с передачей Дукуре. А еще через минуту француз ассистировал Демараю Грею, который забивает в третьем матче чемпионата к ряду. В центральной встрече следующего тура Тоттенхэм примет на своем поле Челси. Также ожидается интересный матч между Вестхэм и Эмью, которые пока не проигрывали. Эвертон едет в гости на Вилла Парк, а Ливерпуль в родных стенах примет разбушевавшийся Кристал Пелес. До новых встреч!